Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 8 минут. Засекайте. Схемы старые, жертвы новые. В сети очередная волна киберпреступлений. Кто кого? Беглец в законе. Водитель, сбежавший с места ДТП, найден. Подробности расследования. Улов с риском для жизни. Рыбаки наткнулись на опасного хищника и еле унесли ноги. На электронную почту УВД области сегодня ночью поступило сообщение о минировании площади Славы. На место тут же выбыла саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Однако, обследовав территорию опасных предметов, обнаружить не удалось. 115 литров спиртосодержащей жидкости хранил в хозпостройке Бобручанин. 13 июля правоохранители в гараже, который принадлежит 53-летнему местному жителю, обнаружили 23 пластиковые канистры с алкоголем. Без акцизов и этикеток. Со слов мужчины, все куплено в России. Для себя. Спирт изъят, материалы переданы в налоговую. Назначена экспертиза. Теперь горе-предпринимателю грозит административная ответственность в виде штрафа до 100 базовых. Всего в первом полугодии в области из незаконного оборота изъято почти 14 тысяч литров фальсифицированной алкогольной продукции. На общую сумму 332 тысячи рублей. Виртуальные аферисты. В Бобруевске зарегистрировано чуть меньше 100 преступлений, связанных с хищением реквизитов банковских карт и взломом страниц в соцсетях. Моя коллега Анастасия Пахлёстова встретилась с жертвами мошенников и узнала, как не попасться на их удочки. Что? Ты увяз в матрице. Марина Трибуш едва не стала жертвой интернет-мошенников. Вконтакте написала бывшая коллега с просьбой одолжить немалую сумму. Просила данные карты. Я тебе все верну с процентами. Ну, ты мне скинь номер карты, чтобы я тебе могла их перевести обратно. И трехзначный номер на обратной стороне. Меня это насторожило, потому что Аня знает, что мне деньги на мою карту переводятся через номер договора, не через карту. Поэтому я решила ее вывести на диалог, спросить, почему так. Она мне перестала отвечать вообще, поэтому мне пришлось ей позвонить. После стало понятно. Девушку взломали. Она быстро сменила пароль и вырвала страницу из рук злоумышленников. Схема не новая, рассказывают оперативники. И все же остается одной из самых популярных. В топе сразу несколько вариаций мошенничества в соцсетях. Далеко не все требуют взлома страницы. Делают копии в социальных страницах, как одноклассники Вконтакте. Потом от имени той страницы, которой они сделали копию, идет массовая рассылка друзьям. Сообщение о выигрыше в лотерею, предложение дополнительных заработков, звонки из банков. Наиболее актуальные схемы краж связаны с досками объявлений. На такую уловку едва не попалась блогер из Минска Карина Кириллова. Девушка хотела продать мобильный телефон через интернет. Покупатель предложил воспользоваться службой доставки. Он пересылает предоплату, а продавец высылает ему товар. Говорю, что написано, что куфор доставка сейчас не работает. А он мне говорит, а вот я с компьютера, у меня все работает. Присылает мне ссылку. Там действительно мой телефон, написано его имя, фамилия, отчество. Написана сумма. И типа я должна ввести данные своей карты, и его деньги перейдут ко мне на карту. Девушка обратилась в службу поддержки. Консультант предостерег. Оказалось, неизвестный покупатель выслал продавцу ссылку на поддельный ресурс. Фишинговые сайты по дизайну зачастую ничем не отличаются от оригиналов. Чтобы не попасться на крючок, эксперты советуют обращать внимание на адрес и домен в строке браузера. Там не должно быть никаких посторонних букв и символов. Все зарегистрированные в Беларуси сайты находятся под доменами .by и .com. Расследование виртуальных преступлений может длиться от трех дней до двух месяцев. Часто оперативникам приходится отправлять запросы международной компании в офисы соцсетей. После того, как мы получаем всю необходимую информацию, то есть ответы, фиксирование IP-адреса, мы начинаем уже проведение оперативных мероприятий. Стражи порядка напоминают. Если возникают какие-то подозрения, нужно звонить человеку. Если уже успели сообщить реквизиты или ввели их на подозрительном сайте, нужно обратиться в банк, чтобы заблокировать карту и позвонить в милицию. За такие преступления предусмотрена уголовная ответственность. Мошеннику может грозить лишение свободы до трех лет. Сегодня в Бобруйске зарегистрировано 89 преступлений, связанных с хищением банковских карт, их реквизитами и взлом страниц в соцсетях. Анастасия Пахлёсова, Максим Галёнко, Бобруйск, 360. Пепелище вместо бани. В субботу днем на широкой полыхала постройка. Зрелище собрало очевидцев. На номер 112 позвонили соседи. К моменту презда спасателей строение горело открытым пламенем. Хозяева находились на улице. В результате пожара от крыши и перекрытия остались угли. Стены повреждены на всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Смертельное столкновение. Близ деревни Брошка мотоциклист врезался в автопоезд. 20-летний водитель ехал по трассе Бобруйск-Мозырь. Фура, разворачиваясь, столкнулась с Хондой. В результате ДТП водитель байка получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице. Видимых повреждений у обоих транспортных средств нет. Сейчас следствие устанавливает возможных очевидцев аварии. Кража со взломом. Трое молодых бобруйчан вскрывали жигули и похищали аккумуляторы. Дело было в Рогачеве. В местный РОВД поступило аж 10 заявлений о том, что ночью неизвестные вскрыли капоты. Оперативники выяснили, троица работала на скорость. Пока один открывал и удерживал капот, другой откручивал или снимал клеммы с батареи. Третий уносил добычу в свое авто. Подозреваемых установили в тот же день. Водитель УАЗа, который неделю назад сбежал с места ДТП, задержан. 1 июля около 4 часов дня 31-летний бобруйчанин за рулем УАЗика во время обгона попутного автобуса выехал на полосу встречного движения и влетел в РНО. Сразу после аварии он скрылся. Однако уже спустя три дня лихач был задержан правоохранителями. На него уже составлено пять протоколов за административные нарушения, среди которых совершение ДТП, оставление места аварии, управление транспортным средством без прав, отсутствие страховки и другие. Госавтоинспекция ищет свидетелей и очевидцев ДТП, в котором пострадал 12-летний ребенок. 7 июля около половины 10 утра автобус под управлением бобруйчанина двигаясь по интернациональной при повороте направо на Октябрьскую, наехал на несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть дороги на байке. По предварительной информации водитель автобуса и велосипедист двигались на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения мальчик упал и попал под переднее правое колесо, ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Очевидцам можно звонить по телефонам на экранах. Акула-людоед чуть не съела рыбаков вместе с лодкой. Братья из Австралии вышли в открытое море, чтобы порыбачить. Для хорошего клева они бросали в океан рыбу и случайно приманили 4-метровую акулу. Хищник кружил возле них около 15 минут, бился о борт, пытался прогрызть мотор. Вместо улова мужчины уехали с поврежденным датчиком эхолота, лестницей и мотором. Это была «Сирена», ну а больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и в соцсетях. Я Владислав Бойв, увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»